всем привет вы на канале про геймер в этом видеоролике я расскажу вам как пользоваться приложением пикшот приложение совершенно бесплатно на платформах google play или же appstore а также это приложение имеет очень хорошую статистику отзывов в play маркете статистику отзывов вы сейчас увидите на экране как видите статистика более 5 звезд то есть уже практически 5 звезд имеется перед началом видеоролика я бы хотел попросить вас подписаться на мой канал ведь меня смотрит большая часть аутерии без подписки подпишитесь мне будет очень приятно но мы начинаем сам видеоролик и так приходит в приложении у вас будет вот такой вот интерфейс тут есть достаточно много функций наверху вы можете увидеть инструменты то есть которые вам могут пригодиться в чем-то также первая функция редактирования вторая функция называется спиральный 3 коллаж и последние две дрип и портрет то есть функция редактирования то есть эта функция в которой вы уже будете так скажем обрабатывать свою фотографию других функциях вы сможете так скажем тоже обработать вашу фотографию и кстати довольно неплохо еще есть в самом низу такие функции как камера эффект про версия и фон и так далее небольшие рекламки в камере вы сможете сфотографировать это я думаю без одни надо объясню лучше про про версию то есть это премиум версия которая отдает возможность вам работать со всеми функциями но ее стоит купить то есть она бесплатно вас работать не будет далее перейдем к саму редактированию чтобы вам начать редактировать вам необходимо дать доступ к галереи так скажем к вашей памяти телефона чтобы это приложение могло как и включать работу так и и и в конце потом сохранять я замазку небольшой поставил на экран я думаю ничего страшного но все вы увидите сами инструменты весь сам процесс обработки как видите тут есть довольно-таки много функций также можно поворачивать ваше изображение приближать уменьшать это чтобы было вам так скажем удобно и вы могли видеть все детали которые вы будете накладывать на вашу фотографию рассмотрим уже все эти функции первая функция называется эскиз но тут возникла небольшая проблемка я не ожидал что эта функция будет работать только с доступом к интернету то есть без доступа она работать не будет ну да ладно рассмотрим следующую функцию я думаю про эту функцию вы так скажем уже поняли это вот функция уже более интересненькая то есть вы можете указывать определенные спирали и вообще разные эффекты на вашу фотографию то есть это действительно довольно таки и круто с той стороны а с другой стороны это очень уникально потому что этого вы уже не найдете ни в одном приложении я довольно таки много фотошопов уже разобрал и довольно подобного ничего не видел а как видите это приложение уже так скажем можно оценить за уникальность функции тут довольно таки и интересные особенно мне понравились вот понравились такие вот крылья то есть довольно прикольно смотрится с самим персонажем так скажем также можно нанести его наложить все это делал на фон фонов кстати тоже достаточно много и они довольно все неплохие также можно поворачивать делать определенную разметку которую вам будет удобно то есть как вы вам будет так скажем красивее вы так можете оставить также можно делать прозрачность делать небольшие такие даже не знаю как это называть ну то есть вы поняли да уже я думаю по фотографии вы видите как обрабатывается на как лет сам процесс обработки далее последняя функция я сами до конца понял что она именно вот я думаю что надел кода затенением на задний план вот видите также чтобы сохранить вы можете просто когда применяйте у вас будут определенные действия сохранить или же продолжить дальше но я продолжать дальше не буду я лучше начну так скажем обрабатывать сначала и покажу вам также все эти функции то есть покажем далее процесс обработки так сказать итак я открыл саму фотографию рассмотрим следующий инструмент он называется так скажем повороты и вообще можно повернуть влево вправо также горизонтальной или вертикально можно нажать и заполнить то есть функции действительно очень удобные также можно делать определенные стикеры наложить на вашу фотографию тоже довольно неплохо так и мне так скажем это немножко понравилось потому что со стикерами вот такая тема действительно неплохая также может задний фон задний план такой на заднем плане поместить фон тоже действительно очень удобно а дальше можно обрезать вашу фотографии то есть подобрать размер потрячий также вы тут сможете найти уже готовые шаблоны с размерами для разных социальных сетей что кстати крайне очень удобно и это можно оценить как плюс потому что детей дает большой плюс возможность тем людям которые именно делать для социальных сетей то есть там вот уже готовые шаблоны для разметки также можете принять количество кадров сделать определенное размытие на задний план но я думаю вам это не понадобится также рассмотрим раздел текстуры то есть текстур тоже достаточно нормально и все они довольно таки и неплохие но я пока что вам то скажем покажу эффекта то есть также можно посмотреть шрифт вот шрифт особо тут шрифти я ничего и не нашел стандартной функции обычно то есть шрифт тут обработать будет так скажем не так профессионально как обычно вот вы можете делать через приложение пиксла эти приложения достаточно хорошие как раз там таки И можно хорошо обработать Также можно поставить рамку Рамок тут тоже достаточно много Затем рассмотрим также эффекты Эффекты тут можно сделать Определенные для вашей фотографии Я замечаю, что многие люди в этом приложении Именно работают с эффектами Они заходят, чтобы наложить на это приложение Эффекты Действительно это очень удобно Далее можно поменять цвет Все в этом плане Определенное наложение тоже поставить Насыщенность, теплота, яркость Все в этом плане тоже можно сделать В принципе, по мне приложение Показалось таким неплохим Можно его оценить за уникальность Есть большинство функций, которые вы действительно Нигде не найдете, кроме как в этом приложении Особенно мне понравилась функция с крыльями Я уже могу сделать вывод на это приложение Про него именно Первый плюс, что там есть уникальные функции Второй плюс, что там есть готовые Разметки для шаблонов Это действительно очень удобно Особенно когда вы именно делаете какую-нибудь работу для социальной сети то есть действительно это получится хорошо также отмечу минус минус как всегда один и тот же он в том плане что именно тут стоят ограничения на pro версию то есть некоторые функции ограничиваются pro версии то есть вы не сможете с ними поработать а также отмечу что тут есть минус в том плане что некоторые функции также работают с доступом к интернету то есть это очень неудобно по моему мнению то есть фотошопах так обычно быть не должно если уж они загружаются он должен загружаться пак работы в оффлайн режиме то есть как в большинстве фотошопов именно этот фотошоп я могу оценить минусом в этом плане что также про версия также работа с интернет доступом но не все конечно функции с ним работает но все же там такие функции имеются и это оценивается как конечно же минус а также хотелось бы попросить вас написать комментарий на какое приложение мне записать видеоролик в дальнейшем то есть от вас требуется именно написать в комментариях на какое приложение сделать обзор то есть напишите название приложения объясните что вы в нем вообще в целом не понимаете и скажите что я должен вам об этом именно рассказать то есть я буду учитывать сколько лайков наберет ваш комментарий вообще какое будет само приложение то есть может я уже делал обзор на приложение или же так скажем приложение будет таким сложным на сложные приложения я буду делать обзоры чаще потому что слишком простые приложения обзора делать тоже не имеет никакого значения потому что их практически никто не смотрит то есть я учитываю еще поисковый объем этого приложения то есть действительно ли смотрят люди как и что вообще в нем работает в этом плане именно я думаю вы меня поняли и типа также поможете мне записывать видеоролики дальнейшем именно в таком формате то есть через комментарии я буду узнавать на какое приложение сделать обзор также скажу вам хотел бы порекомендовать мой второй канал на котором я снимаю игровую тематику если вам действительно нравятся игры то ссылка на второй канал будет в описании не забывайте переходить и подписываться на него тоже еще хочу вам сказать если вы не поняли какие-либо функции то есть я может не до конца что-то разобрал как пользоваться вы не поняли какими-либо функциями напишите мне во вконтакте ссылку на свой вк я оставлю в описании не забывайте туда заглядывать я оставляю там обычно все самые полезные ссылочки также еще отмечу что я во вконтакте обычно делаю так скажем обучалку такую небольшую видео формате то есть для людей записываем не в последнее время пишут достаточно много человек то есть я для них готовлю небольшие такие видео уроки и отправляем чтобы они разбирались с ими там так скажем проблемами и багами у кого-то в частной в частных случаях вылезают баги то есть обычно улей так скажем вылетает приложение что кстати и неудивительно потому что большинство приложений на подобную тематику а именно это фотошопы они не так скажем хорошо оптимизированы на android на айфонах может они еще и тянут нормально но на не на всех андроидах они нормально скажем потянут потому что сейчас интерфейс все более сложный а версия android телефона остается по-прежнему не меняется то есть у кого-то допустим и старые телефоны и версия на телефона у них то есть старая и приложение не в состоянии прогрузить ее так сказать также для тех людей кто досмотрел видеоролик именно до этого момента хочу сделать небольшой спойлер а скоро я буду на этом канале выпускать видео для то есть как стать ютубером именно на тему для блогеров то есть как правильно оптимизировать свое видео то есть как делать на него монтаж как сделать вообще сам дизайн я последнее время кстати довольно-таки часто стал заниматься дизайном кому интересно я продаю довольно таки дешевый дизайн пишите мне во вконтакте тоже заказывайте работая дело довольно-таки быстро вниз не стараюсь так много так долго затягивать совсем этим и в принципе отзывы мне тоже довольно-таки нормальные продолжить тему с видеороликами которые будут на тему для ютуберов то есть скоро будет выходить такие подобные видеоролики надеюсь вам это понравится и вы поддержите это видео лайком потому что и чем больше лайков будут набирать мои видеоролики тем быстрее так сказать перейду на новую тематику то есть буду снимать уже видео другого формата потому что эти видеоролики которые я снимаю сейчас они не сразу набирают много просмотров то есть ними приходится затягивать примерно в течение года на них только будут набираться просмотры потому что эти видеоролики на обзоры приложений а как вы знаете на моем канале вряд ли кто-то захочет смотреть по 10 видеороликов на обзоры каких-либо различных приложений не всем таки это и не всем такой контент и зайдет то есть не всем понравится поэтому я думаю мне скоро стоит поменять тематику потому что на такой тематике я вряд ли соберу достаточно много подписчиков и в то же время у меня будет какая-то целевая аудитория которая будет постоянно заходить и смотреть мои видеоролики а я сейчас концентрируюсь именно на такой на таком формате то есть иметь целевую аудиторию которая действительно будет тебя смотреть очень часто и заходить над каждый твой видеоролик еще отмечу то что у этого приложения вот именно у этого приложения которое я разбираю сейчас есть неплохие такие настройки настройках вы можете тоже посмотреть там можно отправить отзыв помять качество изображения то есть вы можете менять разрешение вообще само разрешение сохранения видео вашей фотографии так сказать я думаю это вам действительно очень понравится потому что я думаю что с ним все досмотрели это видео то есть мои видео до конца то есть может мне муж человек 10 досмотрим до конца зайдите настройки посмотрите там если такие функции а также и у вас будут выглядеть приложение напишите разработчикам то есть там напрямую можно отправить отзыв пишите отзыв и в течение 24 часов вам и отвечают на так скажем исправляет эту проблему то есть у вас потом будет работать нормально то есть вы можете пройти приложение и именно под ваш телефон сделают, так скажем, небольшую такую версию, которая будет работать. То есть для них это минутная работа. А для вас это шанс делать нормальный хороший дизайн. То есть обрабатывать ваши фотографии, которые вы действительно сможете хорошо обработать. И я думаю, на этом уже, в принципе, стоит заканчивать видеоролик, потому что я ведь разобрал уже практически все. Если вам действительно понравился этот видеоролик, то не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну а с вами был ProGamer. Всем пока, всем до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...